Рубин Виталий Леонидович. Скажите, пожалуйста, что с вами осталось в два дня дома? Я согласился на предложение товарища поехать к нему помыться. На обратном пути... Только вы из Майдана поехали до него мыться, а потом... Потом покушали, помылись. На обратном пути, без какого-либо объяснения причины, был задержан сотрудниками милиции. Меня затолкали в УАЗик. После чего отвезли в Святошинский райотдел. Как вы узнали, что это в Святошинский райотдел? Ну, как позже оказалось, в Святошинский райотдел. Где с первых минут нахождения на меня оказывалось психологическое давление. Мне не давали ходить в туалет, не давали пищи, периодически избивали. Всячески пытались ущемить. У вас по пяткам были, да? Были по пяткам, по почкам. Ну, ребята, это очень больно. Продержали до утра, давали в руку... Вам навіть не давали спать? Не давали. То постоянно тривав допуск? Периодически водили из кабинета в кабинет. Периодически. Сначала к следователю, потом к какому-то деятелю. Зашли два человека. Два человека, которые начали меня подколачивать. Будучи уже в тяжелом состоянии, я просто готов был подписаться, согласиться на любые их предложения. Так, и на что вы погодите? Согласился продиктовать на камеру заранее приготовленный текст. О чем? О том, что я работал как бы за деньги, будучи на Майдане. У меня якобы нашли металлический предмет, как позже оказалось, это самопал для... Это была, ну, как бы, вагнепальная зброя из их... Самодельное, исходя из их слов, да, это самодельное огнестрельное оружие, инкриминирует. Так, так, и какие, что вы подписали? Подписал... Ну, протоколы, какие-то допыту, да, цихся речей. Подписал протоколы, мне обещали скосить строк, прекратить вот эти пытки, будучи уже уставшим. Ну, я на все соглашался. То есть вам поставили камеру, дали листочек, и вы просто зачитывали текст камеру? Да. Я понимаю, я понимаю. Після чего, что произошло? Після чего меня отвезли в Святошинский суд, где дали, так сказать, подписали... А, это ухвала суду, так? Ухвала суду, да. Массовые заворушения, 294-я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!